МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Оренбургский теннисист Савелий Кизимов вошел в состав сборной России для участия в международных соревнованиях. Россиян пригласили в Южную Америку, в Венесуэлу, на пятые игры боливарианского альянса «Алба» с участием 3,5 тысяч спортсменов 11 стран. Малая латиноамериканская олимпиада включает 3 десятка видов спорта. Россияне посоревнуются в семи, причем под своим флагом и гимном. В сборной около 50 человек, в их числе теннисиста Артеменко, Виноградов и Нашки Зимов. Они уже прилетели в Каракас и готовятся к выступлению. Теннисный турнир начнется на следующей неделе. А сегодня Оренбург принимает весь цвет мужского настольного тенниса. Стартовал четвертый тур клубной премьер-лиги. В нашем центре собрались 12 команд элитного эшелона. Действующий чемпион России оренбургский факел «Газпром» впервые в непривычной роли догоняющего. Сейчас лидирует наш постоянный конкурент УГМК, не потерпевший ни одного поражения. А факел отстает на два очка вследствие не слишком удачного выступления в петербургском туре. Соревнования завершатся в воскресенье суперматчем «Факел» УГМК. В женском чемпионате России по баскетболу пора решающих матчей. В борьбе за третье место Оренбургская «Надежда» два раза проиграла в Москве. Столичный баскет-холл подарил две победы хозяйкам из МБА. В сезоне команды играли четыре раза, и все четыре встречи выиграли москвички. Пятый матч превзошел все предыдущие по зрелищности и дерматургии. Удивительно, как после удручающего полуфинала преобразилась игра «Надежды». Большую часть встречи оренбурженки демонстрировали отличный баскетбол. В стартовую десятиминутку выиграли 21-15, в следующую – в 18-10. Стеной стояли в обороне, в кольцо исправно летели трехочковые. В большом перерыве хозяйки экстренно внесли коррективы и в третьей четверти предприняли погоню, несколько сократив отставание. Но в концовке периода зрители увидели первое чудо этого матча. Со своей половины площадки с сиреной бросила Паневина и попала. Шедевр Паневины не стал нокаутирующим ударом для москвичек. В четвертом отрезке настала их очередь совершать подвиги. Бетонная защита не допустила ни одного нашего попадания более чем за пять минут, что и привело к рывку 10-0. Начались качели. К последней минуте хозяйки ввели плюс один, но далее хладнокровно действовали гости. За девять секунд до конца наши впереди на три очка. Москвички выводят мяч в игру, бросают издали, не точно. На счастье подбор за ними, скидка, и за полторы секунды до сирены Кириллова точно бросает из-за другим, сравнивая счет. Еще одно чудо. Вообще, в этой встрече МБА вытянули бывшие игроки надежды. Упомянутая Кириллова, Низамова, Лагунова и, главное, Майга, время которой наступило в овертайме, когда за пятый фолл площадку покинула Юник Томпсон. И Майга получила свободу под счетами. В итоге хозяйки выиграли дополнительную пятиминутку 12-11 и вырвали победу в 79-78. Нашли в себе силы, немножко перестроится сумасшедшая сама отдача по игре в защите. Затруднили броски соперникам. И все это капля за капля в итоге смогли отыграть преимущество. Зашли в тяжелую концовку, где смогли все-таки добиться победы. Валидольная победа придала москвичкам психологической уверенности. В повторной встрече они сразу завладели преимуществом и теперь уже гости догоняли. Причем довольно успешно. В начале третьей четверти надежда вырвалась вперед. Увы, ненадолго. Наша реализация в этот раз оставляла желать лучшего. Рывок хозяек 12-2 в заключительном периоде предопределил окончательный результат. 75-61 в пользу МБА. Который ведет в серии 2-0. Третья игра в понедельник в Оренбурге. В Нижневартовске начинаются игры-плей-аут чемпионата России по волейболу. За право остаться в Суперлиге будут играть 4 клуба из нижней части турнирной таблицы. В их числе оренбургский нефтяник, которому в регулярном чемпионате не хватило всего лишь одной победы, чтобы впервые пробиться в плей-офф. И теперь оренбуржцы будут бороться за места с 13-го по 16-е. Вместе с Югрой Самотлором, Новокуйбышевской, Новой и Минским строителем. Каждый сыграет с каждым по два раза. В плей-ауте учитываются все очки и победы соперников на предварительном этапе. И наше турнирное положение в этой ситуации самое комфортное. Нефтяник выиграл у нынешних конкурентов 6 матчей из 6. И с запасом лидирует в четверке. Только команда, занявшая самую нижнюю строчку, сыграет переходные матчи с лучшим коллективом высшей лиги. Первый тур плей-аута сейчас на площадке Самотлора. Второй этап в Оренбурге в начале мая. На сегодня это все. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok